не преподается история вообще как это но все-таки ну не хочется быть в аутсайдер значит просто мы 10 лет выпускали недоучек блеск и нищета и интриги и жестокость но здесь же и добрые дела какие-то интернет мне кажется это какой-то отдельный сегмент там крайне мало журналистики а вам не кажется что творчество становится меньше все молодые становятся зрелыми а потом старыми понимаете портится зрение смартфоне ничего не видно хочет сесть на диван спокойно посмотреть телевизор он не стал делать снимки они сделали не будет он смотреть некачественный продукт но не будет зрителя смотреть понимаете у него есть кнопку он переключит добрый день это программа интервью меня зовут дмитрий наумчик и сегодня у нас в гостях заместитель председателя союза журналистов россии алексей вишневецкий алексей константинович добрый день спасибо за то что пришли к нам сегодня конечно же разговор пойдет нашей древнейшей профессии древнейшие как мне кажется вечной профессии но сложно же представить что искусственный интеллект нейросети какие-то роботы андроиды заменят когда-нибудь журналистов тут может быть художником сценаристом там режиссером может быть даже каким-то там копирайтером что называется приготовиться но нашим-то коллегам наверняка это не грозит как вы думаете не рассветают нейросети даже не творческий элемент правильно она может технические какие-то вещи выполнить никуда нет никаким образом она не сможет переплюнуть не талант не творчество не интеллект не человеческий я имею ввиду не обычное человеческое общение в котором собственно говоря рождаются истории о судьбах которым рождаются эмоции а к нам журналистам то идут же не только за новостями но и за эмоциями правильно какие же эмоции у нейросети вот вы сказали что профессия у нас творческая а вам не кажется что творчество становится меньше может быть я не прав может быть его где-то больше все дела в темпе жизни мы все убыстряется мы не успеваем чего-то мы не успеваем остановиться посмотреть задуматься опять же вот смотрите сейчас в интернет мы выкладываем видео за качеством особо там никто не гонится я бы тут знаете частично можно согласиться этим а все таки частично нет потому что возможно творчество становится более оперативным конечно новостейная повестка безусловно все гонятся за скоростью хотя телевидению мне кажется не надо гнаться за скоростью там интернет или соцсети зачем там уже все выкладывается поэтому опять же к нам идет зритель зачем за качеством за качеством за интересом за творчеством зачем нам гоняться я не вижу в этом смысла понимаете тем более что у нас масса программ на телевидении которые не делаются вот день в день а это качественные программы обозрения расследования какие-то аналитические материалы и так далее вот там сплошное творчество но сегодня скорость как вот чертовая журналистика да знаете да 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 но тем не менее вот вы сказали даже телевидение не должно гнаться за скоростью но все-таки ну не хочется быть в аутсайдер нет я имею ввиду что не надо гнаться минуту в минуту понимаете это смысла нет есть более оперативные возможности для передачи вот информации минуту в минуту а вот давайте поговорим об этих носителях оперативных зачем у нас же есть выпуск новостей там условно заразив 17 на других 18 ну ты подгони события которые были под 18 да будет нормально о других носителях об интернете в первую очередь конечно где скорость ставится на углу угла и на первое место в ущерб аккуратности может быть даже объективности ну иначе тебя цитировать не будут иначе ты не успеешь на сливки и так далее так далее вот и даже если где-то что-то криво сделали чего страшного завтра все забудут потоки информации все это там где-то там утонет получается что все да новое время новые правила новые принципы и вот мы на этих новых принципах теперь вот в этих таскать обстоятельства я я понимаю чем вы говорите там конечно в интернете действуют свои правила что называется до правила цитируемости правила попадания в топ и там новостей там и так далее да хотя это далеко не всегда объективно там в общем то есть рекламные попадания в топ новостей это тоже как бы есть но это вопрос просто в том что люди которые вот гонятся за попаданием в топы не очень хорошо разбираются в этике журналистского творчества вот грубо говоря набрали по объявлению вот переписывают друг у друга с одного сайта на другой формулировки очень странные ссылки на источники еще более странные поэтому вы знаете я честно говоря интернет мне кажется это какой-то отдельный сегмент там крайне мало журналистики вы знаете я во многих конкурсах вот региональных творческих вхожу в жюри и у меня есть возможность посмотреть ну грубо говоря уже отобранные лучшие материалы в там телевидение радио газета интернет ну самые слабые это интернет ну просто хочется нули ставить за все газеты особенно районные газеты отличные материалы попадают даже райзу телевизионный не даже районы а именно районные а почему потому что там старые кадры какие-то остались чем дело я ду школа какая ну там наиболее интересные материалы понимаете они используют свой региональный контент потому что мы все время гонимся знаете там областное телевидение за областными новостями федеральное там значит правительство президент а люди-то люди-то где а их истории же интереснее намного понимаете ну то есть вернее есть сегмент политическая журналистика понятно серьезные новости нужно передавать там я не знаю там в тюмени конечно нужно рассказывать о том что делать губернатор но это не очерковая журналистика это не эмоции это новости ну грубо говоря паркетные да вот а районки во многом очень часто да у них тоже много муниципальных новостей там понятно там законодательные какие-то акты местные там они печатают так далее но у них всегда есть две-три полосы на то чтобы рассказать настоящие истории о своих людях которые живут здесь а то что случается это очень сильно сделано да это понимаете как мы иногда смеемся что ну вот эти там старики какие-то остались в редакциях так эти старики понимаете 10 очков вперед дадут да они не так уверенно пользуются интернетом да они не может быть не всегда умеют монетизировать какие-то соцсети для себя там или там мобильные платформы им сложно это понимаете мы все время вот как союз журналистов мы проводим же много там инфорумы образовательные форумы вот сейчас очень-очень важно как раз как бы совместить журналистский опыт наших опытных коллег до с умением молодежи пользоваться новыми средствами доставки информации потому что они там у нас и делать это быстро и делать это быстро да вот понимаете то есть одни должны научиться так сказать быстро передавать свои прекрасные произведения а другие должны научиться собственно говорить произведение создавать понимаете потому что они действительно молодежь да бегом-бегом вот ну как бы очень много талантливых ребят на самом деле везде вы сказать что в интернет журналистики мало журналистики очень много изданий больших авторитетных туда перекочевала свое время помните да эту историю смысл вик и продали за один доллар но имеется ввиду печатную но она осталась в электронном виде что получается что от отказа на таскать части себя в традиционном носители да и мы отказываемся скажем так какого-то качество что части ну мы пытаемся отказаться от базы что неверно понимаете потому что база все равно это печатная журналистика с нее начиналось но если не брать там в рисунке в пещере там где мамонта значит первый журналист там рассказала о том что мамонта там значит убил да вот все-таки журналистика родилась именно в печатном варианте да как таковая периодическая печать это наша база и никуда от этого не деться и мы не должны это забывать более того все равно жизнь диктует ну такую такую ситуацию это такие обстоятельства что мы пока не в состоянии отказаться от бумаги тут как совершенно конкретный пример я начинал работать московской правде восемь седьмом году большая городская газета была органом гккпсс 900 тысяч тираж понятно что с тех пор прошло много времени и в шестнадцатом году газета решила в семнадцатом году газета решила отказаться от бумажной версии ну как бы уйти полностью в интернет новости городские там все очень интересно замечательно прекрасно два месяца они так прожили вот и оказалось что этот интернет сайт без бумажного варианта никому не нужен они вернули бумагу почему потому что есть заинтересованность у рекламодателей есть заинтересованность в каких-то материалах люди хотят читать вот листать газету понимаете и дело не в том что вот там молодежь там не смотрит телевизор и не читает газет ну все молодые становятся зрелыми а потом старыми понимаете портится зрение смартфоне ничего не видно хочет сесть на диван спокойно посмотреть телевизор где-то полистать газету где-то еще что другое другое дело что понимаете обстоятельства против газет вот все вот все против газет сейчас это не нужно особенно если газета печатается на какой-то хорошей бумаге цветная вообще не вывезешь ну понимаете да то есть все против а они живут а почему а потому что во первых это база системы информационной безопасности страны на секундочку представьте по какой-то по какой-то причине пропадает интернет как донести до людей электричество то же самое пусть интернета не пропало электричество ну вот как донести до людей информацию да потом мы наблюдаем очень интересную картину сайте здесь тоже прошлый раз с вашим руководителем проверяли эту информацию то есть все показывает падение тиражей районных газет ну да они падают что же такое то значит количество читателей уменьшается а вот и нет потому что после того как полугодовые подписки стоимость за перевалило за 500 рублей вот где-то года три назад оказалось что это очень важная психологическая планка для вот на селе да вот до 500 все готовы были платить ну кто хотел газеты получить а после пяти а сейчас это уже и 700 и 800 рублей да как-то это уже становится ну бременем таким финансовым да люди начинают задуматься и что они делают они выписывают одну газету на два-три дома то есть количество тираж сократился а количество читателей не уменьшилось газета выходит раз в неделю они спокойно за выходные все могут прочитать ее понимаете и вот действительно вы можете задать вот там вопрос редакторам районных газет уже задавали вашим редактором районе газет есть такое явление что на два-три дома выписывают да есть все ответили да это есть но значит возможен и обратный процесс когда не вы значит возможно и обратный процесс да если почта россии наконец повернется лицом к читателям и газетчикам и к издателям если когда-нибудь это произойдет вот а мы ведем очень сложные переговоры разговоры ведь почта россии мне удобно администрировать они там пять лет назад или тоже в шестнадцатом кстати в шестнадцатом же году они это сделали они отказались от государственной дотации тогда это было три два десятых миллиарда рублей на подписку они отказались а я сказал а нам это не надо ну им это не надо а людям то это надо понимаете и вот сейчас мы в прошлом году мы с ними опять это поднимали вопрос они сказали мы готовы пойти там на какие-то там значит там что-то там в правительство закинуть какие-то предложения но эта дотация нам не нужно то еще пять лет назад говорили о том что интернет журналистика она не знает вообще не себя никуда идет ничего творится вот за те пять лет в интернете то много чего поменялось том числе в российском сегменте какие-то сми открылись каких закрылись знаете я не вижу никак не никаких изменений блогерам поменялось отношения а как она может поменяться если они не хотят становиться журналистами они кстати часто блогеры обращаются в союз журналистка это можно мы вступим союз журналистов то можно я вступлю саю они хотят наши права понимаете они не хотят наши обязанности нет ничего сложного чтобы зарегистрировать свой блог как в качестве средства массовой информации пожалуйста вступай в союз да но как только ты его зарегистрируешь ты тут же попадаешь под закона сми соответственно ты должен уже отвечать по всем параметрам а не только по уголовному кодексу где там прописано там клевета там еще что-то да то есть ты уже за все должен отвечать они этого не хотят понимаете меня был замечательный случай вот из волгограда мне звонили говорили там вот у нас есть очень хороший блогер вот он такой замечательный такой правильный лояльный вот многие слушают читают вот а вот он очень хочет в зону специальной военной операции попасть вот там снять документальный фильм вот как бы ему туда поехать ему никак туда не поехать потому что там действуют определенные правила и страхование там в том числе да и разрешение собственно говоря от министерства обороны его какая-то редакция должна туда послать ну взять на себя эту ответственность а так просто не может туда поехать ну вот он хочет я говорю а вот есть такой вариант я говорю вот там в принципе очень нужны журналисты очень нужны журналисты их не хватает там вот он может просто взять и устроиться в какую-нибудь донецкую газету например поработать там полгода за одно снимет свой документальный фильм ой на следующий день горит не так он не хочет а он хочет понимаете он хочет приехать на два дня я в зоне своего я в зоне своего не ребят это так не работает понимаете либо мы занимаемся журналистикой либо мы занимаемся самопиаром как блогеры давайте вот в это в разные стороны разведем ну раз уж вы коснулись темы ванкоров да они сейчас передовой и на передовицах в общем-то настоящий герой благодаря им мы видим настоящую картинку не фейковую картинку потому что он происходит вот есть мнение что их не хватает что мы их все знаем буквально там на пересчет там можно пересчитать значит их материалы в одни и те же кочу и значит из одного средства массовой информации в другое и что надо больше больше снимать больше показывать посылать туда из регионов каждое не знаю какое-то издание свое должно иметь там свои представители своего репортера вы здесь что можете сказать вообще общаетесь же с ними работаете как конечно мы работаем мы постоянно и встречаемся и приглашаем их на какие-то встречи там с людьми журналистами обязательно ну на самом деле понимаете как тут тоже немножко искаженное понятие конечно мы в большей степени знакомы с военными репортерами которые там ну на первом втором канале на нтв потому что ну как бы это федеральные новости все их смотрят все их видят да но мы с вами тоже телесвенчики мы же прекрасно понимаем что репортер в кадре значит у него же там оператор есть да там там монтаж это то есть целая группа людей находится там на месте водитель в конце концов да там или еще кто то то есть это все равно это большая съемочная группа да с тыловым обеспечением техническим естественно да вот это как бы ну зритель вроде как этого не видит ему кажется что он там конечно когда он ходит вот показывает вроде он один здесь я газе и нашли газетчики то же самое они но от каждой газеты федеральной есть я еще раз говорю здесь немножко упирается все вопрос страхование в законе о сми так сказать мы собственно говоря по инициативе нашего председателя союза журналистов соловьев и было были внесены эти поправки об ответственности собственно работодателя за жизнь и здоровье корреспондента потому что нельзя посылать человека неподготовленным давайте сейчас мы всех газет туда всех пошлем значит и что это будет и будет 14 год лета когда приехали необычные ребята и просто погибали да а зачем нам это надо нам это не надо другой вопрос что да нет ну работают масса людей работает на одном арте работает 70 человек понимаете там зоне 70 человек работает вот и конечно мы их будем награждать и золотыми перьями и сложно выбрать на самом деле потому что очень много хочется всем дать золотое перо понимаете ну не можем же всем дать да и действительно сотни людей другой вопрос что там я уже обмолвился об этом да что там не хватает кадров ну штатных кадров там журналистика на новых наших территориях она и так-то была в загоне до в последние годы часть тех кто работал в телекомпаниях там и в газетах местных они просто уехали на ту сторону это правда это есть да но люди делают выбора их выбор свободен где где быть где оставаться до многие уехали но мы были в луганске на луганском телевидении там не так уж и много народу сейчас работают то что половина войны вот соответственно ну например там за тв запорожское телевидение да его просто с нуля надо было создавать его создали в херсоне там тоже самое да просто по фактически с нуля приезжали люди там из москвы петербурга из глубинки я знаю там вот ребята из иванова работают там все кто-то все приезжают по ну как по зову сердца приглашают их бывшие начальники там своих бывших подчиненных там приглашают работают вот мы-то их не видим это же местные новости мы же их не видим правильно здесь вот а там сотни людей работают сотни вообще что поменялось с началом сло в отечественной журналистике ответственность поменялась в части освещения событий в зоне своего менялась конечно поменялся уровень ответственности это очень правильно и хорошо я понимаю что там добавились добавился целый ряд поправок и ужесточений касаемых касающихся работы журналистов в этой зоне своего но я самого начала вот мне мне прямо в начале там а в марте еще не задавали эти вопросы а как же вот так писать это можно это нельзя значит а вот нужно только значит на минобороны операции ребят ну конечно нужно только на минобороны операции естественно на официальную информацию потому что главная задача наша журналистская конечно ну главная задача всегда передать информацию но не знаю может быть важнее задача не навредить нашим военным понимаете а зачем бежать впереди паровоза играть а вот мы вошли туда то вот я снимаю а вот водку а у колонна идет туда но это враг тоже смотрит а почему надо об этом говорить обязательно понимаете мне было тогда очень удивительно когда в одной уже запрещенной соцсети значит тому причем опытные ребята мои там старые знакомые писали как же так министерство обороны не сообщает о том что наши вошли в мельтополе в из мельтополя мне звонят а там уже значит оказывается наши войска сужать кто просил сообщать о том что наши вошли в мельтополь это кому-то надо вот может быть это не надо об этом сейчас сообщать как раз на то же был именно далее ранее кому-то и надо понимаете она той стороне надо оказывается у нас это ну что еще раз там крикнуть ура лишний раз да не но это прекрасно очень яркая была ситуация вернее она была трагическая драматическая захват норд-оста понимаете в москве это 2002 год если мы снимаем когда вот при приехала 50 камер понимаете поставили значит все значит тарелки начали передавать а вот спецназ приехала вот омон приехала значит эти бараевский террорист садись сидят перед пятью телевизорами смотрят эти прямые включение просто видят агума облом он туда пошел значит туда двоих поставить там с врывчаткой спецназ сюда пошел значит сюда двоих с врывчаткой ну как это такое понимаете но в данном случае мы просто это не журналистская работа это шпионская работа получается какая-то вы согласны с тем что вот правдивость главное требование журналистской этики я к чему как-то знаменит фотограф фото журналист владимир вяткин довелось повезло встретиться поведал историю он в чечне на одной из войн значит обнаружили семью погибшую в разрушенном доме в общем он собственно говоря и увидел это и сообщил позже своим коллегам западным которые здесь же работали он не стал делать снимки они сделали и потом на каком-то там значит фестивале снимок там получил награду его западного коллеги в общем там я не помню уже врать не буду то ли произошел конфликт потому что там же был на этом же фестивале а так вот один сделал другой не сделал и вроде бы этично не этично ну вроде бы и правдивость но и и и нельзя или можно вот где эти границы и кто из них прав но вы знаете международная хартия журналистской этики существует такая вот однозначно ставит достоверность впереди оперативности не уверен в информации не выдавая это первое второе что считать этичным с точки зрения передачи картинки каких-то трагических событий не знаю кровь мертвые тела там и так далее да мы проходили в 90-е годы говорили об этом действительно когда кровь рекой лилась с экранов в какой-то момент мы тормознули да то есть ну просто редакторы тормознули как давайте крупные планы не давать давайте на общих давайте там не по три секунды а по полторы да ну как бы чтобы человек зритель понимал что да там что-то страшное на детали не видел вопрос вас ваш с двойным дном потому что я например считаю что журналист должен снимать все фиксировать все абсолютно а вот редакции разберутся редакции понимаете вот мне кажется что журналист да вот должен но грубо говоря поливать всеми известными средствами там телекамера теле с другой стороны кто-то на этом человек мы не знаем о ком там что речь кто этот фоторепортер который ехал запада может быть просто человек который зарабатывал на этих снимках может быть он там и не работал не сотрудничал низкую редакции дело это чисто для фестивального но это друг другой вопрос понимаете ради шоу как использовать это как использовать это вопрос следующий понимаете вот но мне кажется что журналист должен зафиксировать все что он видит вокруг и в тот момент когда происходит некое событие он не должен думать надо ли вот это снимать а может надо вот это снимать он должен снять и зафиксировать все если он там но если не телевизионщик значит он должен там сфотографировать значит он должен поговорить со всеми людьми как с кем он может поговорить да вот в данный момент а вот потом уже надо думать что этично выдать в эфир что неэтично посоветоваться в редакции но в конце концов есть редакторы есть руководители есть главный редактор шеф-редакторы да ну сообразят там что можно что нельзя ты зафиксируй один из моих любимых писателей фрэнк херберт сказал журналистика это шоу-бизнес на первый взгляд ну казалось бы там очень много общего и бизнес есть и шоу есть есть блеск нищета и интриги и жестокость но здесь же и добрые дела какие-то но в то же время есть им вот как мне кажется одно такое большое различие шоу-бизнес он он для него бывают комфортные времена какие-то бывают некомфортные вот чё далеко ходить пандемия это такое некомфортное время когда все там у них затихло и как-то все очень было грустно а у журналистов то наверно такого не бывает вообще бывают ли для журналистов и были ли комфортные времена в россии для журналистики может быть кто-то скажет 90 но в 90-х то тоже в общем-то и убивали журналисты знаете с одной стороны журналистов убивали во все вас во все годы да не только в 90 и сейчас они ну мы горим 90-е потому что ну как на и восьмидесятая там было проще и не саня на улицах все все бывало мне кажется просто да конечно журналистика это тоже бизнес потому что в любой редакции из бухгалтерии нужно платить зарплату это понятно немножко разные задачи ушел бизнеса задачи получения прибыли а у бизнеса а у журналистики как у бизнеса задача в общем-то сведения концов с концами получения прибыли задача так сказать инфа информировать население они получать прибыль разные задачи вот и что касается там золотых времен но я не знаю вы знаете я я я думал об этом вы начинали советское время я начинал советское можно сказать ну понимаете как что считать золотыми временами журналистике то что журналисту там члену союза журналистов было положено лишние 12 метров значит жилой площади это круто или это не круто ну было положено добыл такой быть дома творчества до путевки за стабильность вас то без заказы продуктовые внутреннее спокойствие какое-то безу какой-то хорошие зарплаты хорошего не были выше среднего зарплаты значительно выше среднего особенно гонорары были спокойствие стабильность достаток от уже три плюда уже три плюса но вопрос в том что была цензура и нельзя было обо всем 90 и цензуры не было да можно было обо всем сразу да было я об этом задумался сгалаев эдуард гуру наш на телевизионный один из создателей современного телевидения можно сказать да он выпустил в прошлом году книгу или уже в позапрошлом она называется именно 90-х годах у него говорящее название когда журналисты были свободными но такой свободы в журналистике не было никогда но она же стала граничить со вседозволенностью к сожалению понимаете вот и в середине уже в середине 90-х пришлось искать какие-то вот да все можно но пришлось искать какие-то этические рамки все-таки не все можно все-таки внутренний редактор это важная вещь все-таки редактура вместо цензуры да это очень важно для многих это кстати между прочим это принципиальное различие журналисты и блогер вот я и отчего на весь идет к зрителю читателю через редактора а блогер идет напрямую чему в голову пришло то и ну вот он и набуровил его некому остановить понимаете некому обсудить с ним а надо ли об этом давайте еще раз поговорим а зачем это нужно делать зачем надо останавливать потому что один из принципов не навреди понимаете а мало ли что ты ляпнул там в эфир но вы представьте себе что там в программе время вдруг какая-то информация там проскакивает которая может навредить серьезно но это же все смотрят это же все слушают но такого быть не может потому что есть редактура редактура это не цензура но редактура это внутренняя редактура понимаете это не внешне а что касается агитации пропаганды имеет ли право журналист современно участвовать в формировании общественного мнения а вот тут кстати со времен ленина я считаю ничего не изменилось газета является не только коллективным пропагандистом это и коллективным агитатором но также и коллективным организатором вот и это на самом деле мне кажется очень важная вещь просто кто как понимает пропаганду понимаете да тут знаете что так вот вот как я не понимаю есть же есть же словосочетание пропаганда здорового образа жизни так я о чем и говорю да смотря что пропагандировать и опять же если ты не будешь заниматься пропагандой здесь то другой будет здесь заниматься но а и промоу хорошо а что государственное средство массовой информации там федеральный телеканал он что не должен агитировать за разумность правильность обязан политики которые проводят правительство и президент нашли азаж а про бога там пропагандировать это тоже не надо надо но это же не означает что он не имеет права выступать с критическими замечаниями это происходит там я не знаю но вот можно посмотреть там программу там допустим вести москва допустим там очень много критических материалов а то касательно там масло московских событий но это не значит что там все говорят чтобы мэр собянин плохой нет он работает и мы работаем понимаете мы работаем даже советское время журналист критиковал да вообще самое страшное было для завода это визит корреспондента вот приезжает корреспондент из там центральной газеты на какой-то завод например или в какой-то сельхоз предприятия не знают с каким настроением он приезжает какое у него редакционное задание вот это вполне может закончиться как ленинской премии так и увольнением понимаете и в его приезд поэтому понимаете на мы же мы же являемся фактически посредниками между властью и обществом да мы обществу должны рассказывать о том чем занята власть что она делает да а власти мы должны рассказывать какие проблемы общества потому что власть не обязана все видеть да не может все видеть это мы должны рассказывать о том что происходит на земле понимаете это мы должны рассказывать о людях это мы должны рассказывать об их судьбах об их чаяниях об их проблемах начиная от маленьких проблем, там, не знаю, с текущей крышей там в каком-нибудь доме, но надо же муниципальному начальнику рассказать об этом, понимаете, что вот крыша течет, бабушка живет, ей плохо, потому что у нее течет крыша. Никто не обращает внимания. Она ходила в ЖЭК, ну там ее посылают. Ребята, обратите внимание, пожалуйста. Они должны обратить внимание, пойти починить крышу. И заканчиваясь серьезными проблемами, пенсионными реформами, там, я не знаю, там, изменением срока, там, призывы в армию, там, ну и так далее. Это глобальные проблемы в обществе. Мы должны это обсуждать, мы должны это обсуждать на федеральном канале, мы должны высказывать разные мнения на этот счет. И разным языком, потому что у нас разные зрители. И область должна прислушиваться к этому, понимаете? Кстати, про молодежь. Вот вы общаетесь с молодежью, со студентами, вот они прислушиваются к авторитетному мнению, к вашему в том числе, ваших коллег. И вообще для них, вот кто сейчас авторитеты, тем более, что сегодня, да, когда, ну, большие величины, которые еще вчера мерекали на телеканалах, они где-то кто-то, может быть, спрятался, кто-то нет. Да, они оказались никем просто. Ну, вот. Ну, молодежь, вы знаете, я из себя вспоминаю, да, я, в общем, помню свою юность более-менее, да, конечно, у молодого человека авторитетов мало, да, вот. У него авторитеты – это его друзья, так сказать, что они подумают, что скажут, вот. А эти все дядьки, значит, седовласы, они, конечно, условные авторитеты. Вот этот авторитет надо завоевывать, понимаете, чем? Интересом, профессионализмом, любопытством, заинтересованностью, да, вот как-то, значит, нужно учиться общаться. Да, это не очень просто, но часть группы студенческой всегда можно заинтересовать, понимаете? У нас студенчество очень такое странное. Я понимаю, есть там всякие социологические опросы и выкладки, но мы же понимаем с вами, что большинство студентов становятся студентами, так сказать, по предложению родителей своих, да, соглашаются с их выбором и так далее, да. Очень мало кто в 17 лет точно знает, что он хочет стать налоговым инспектором, да. Ну, правда же, да? Вот, то есть выбирают по месту положения института, по стоимости обучения, по возможности попасть на бюджетное место, там, и так далее, да. То есть есть ряд факторов, которые, ну, молодой человек просто не может сам учитывать. Все равно ему будут подсказывать старшие, да, его будут направлять. Конечно, у кого-то есть мечта, я хочу стать журналистом, знаете, родился, вот, значит, сходил в детский сад и понял, я хочу стать журналистом, и все, он идет на это. Но это единицы, да. Поэтому людей нужно убеждать, раз уж ты попал сюда, так давай мы будем как-то вот с этим работать. Но, понимаете, тут вопрос сразу упирается в учебные программы, в кучу бюрократии. Вот ты хочешь что-то поменять? Очень сложно поменять. Вот я вчера был в вашем журфаке Тюменского государственного университета. Значит, я не знаю, вообще кто-нибудь здесь обращал внимание на то, что на журфаке нет предмета история. Его нету. Как можно выпустить, дать диплом журналисту, если он не изучал историю? А как тогда он будет сегодня вообще сегодняшние события оценивать, если он не знает историю? Они не знают историю, мне трех вопросов достаточно было, чтобы они историю Великой Отечественной войны не знают. Элементарно. Вообще никак. В школе сейчас там, вот все время Сергей Михеев, значит, Соловьева там, он все возмущается, там, четыре урока истории, значит, посвящено Великой Отечественной войне. Вот он возмущается, да. Я спросил у студентов, у кого-то один урок истории посвящен Великой Отечественной войне. А на журфаке Тюменского государственного университета не преподается история вообще. Как это? Действительно. А тогда кому нужен этот диплом? Интересно. А вы знаете, что нужно сделать для того, чтобы изменить эту учебную программу? А почему это произошло? Ну, почему изначально произошло? Допустим, кто-то был неправ и не включил, не подумал об этом, да? А вот сейчас для того, чтобы изменить, это не так сложно, вернее, не так просто. Это нужно менять учебный план, это нужно Минобразование, значит, нужны рабочие программы. Это кто-то должен сделать, понимаете? Это страшно забюрократиченный процесс. Бально-рейтинговая система БРС, значит, рубежные контроли и так далее, и так далее. Это просто какой-то кошмар, понимаете? Я вот помню, как я учился в Советском Союзе, ну, ты учишься и учишься, пришел, сдал экзамен. Значит, сейчас это забюрократизировано до такой степени, что просто человеку вздохнуть не дают, понимаете? Особенно преподавателю не дают вздохнуть. Да, 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 да. А вы не наблюдаете в последнее время каких-то позитивных процессов? Не наблюдаю. Не то, что есть разговоры, да, это же баллонка системы. Ну, баллонскую систему вроде теперь, значит, теперь уже мы будем менять баллонскую систему. Да, мы решили ее поменять, когда нас из нее выкинули. Ничего баллонская система нам не дала за 10 лет. Никакие наши дипломы как не признавались в Европе, так и не признаются, да? Значит, просто мы 10 лет выпускали недоучек. Четырех леточек. Ну, это, конечно... Понимаете? Журналисты без знания истории. Замечательно. И опасно. Вот именно. Ну, давайте мы вернемся, ну, раз уж мы на телевидении, к телевидению, и завершим нашу беседу, я думаю, этим. Вот газету вы сравнивали с винилом, да? Вроде бы она должна была исчезнуть, газетам она не исчезла. И так же, как у виниловых пластинок, есть свои поклонники, аудиофилы, да, там, виниловые. Здесь кто-то, там, читатель. Тогда вот следуя этой логике телевидения, вот это что? Это бобинник, кассетник, сиди. Вот. И, ну, мы понимаем, что телевидение, во всяком случае, последние какие-то тенденции говорят о том, что телевидение будет существовать. Но как оно будет эволюционировать, и что, куда придет? Вы знаете, мне кажется, что телевидение абсолютно идет в ногу просто с техническим прогрессом. Вот. Ничего в нашей жизни особо не поменялось. Ну, меняются там носители, да, или там телекамеры меняются, или там возможности монтажа добавляются, или там возможности там монтажных программ, там, создания графики, там, допустим. Да, это очень здорово. Мы становимся быстрее, мы становимся качественнее, красивее. Эффектнее, и это очень правильно, да. Меняется темп монтажа, там, ну, как бы он идет в ногу со временем, все нормально с этим, да. Какая разница, где смотрят телевизор? Ну, вот в телевизоре, в этом ящике, или в смартфоне, да неважно. Пусть зрители смотрят так, как им это удобно. Понимаете? Ну, не знаю, там, может, там через 10 лет какой-нибудь там в глаз что-нибудь вмонтируют нам вместо смартфона, будем глазом сразу смотреть, там, я не знаю, наука, там, нажимать на кнопки, там. Ну, пожалуйста, ради бога. Ну, это же не вопрос, понимаете, там, популярности или непопулярности. Ну, давайте посмотрим, там, любые цифры, там, тоже, там, не знаю, платформу смотрим.ру, там, БГТРКшную, да. Там есть все цифры просмотров, ну, хорошо, там, в эфире, там, по каким-то данным Гэллопа, допустим, смотрело, там, 300 тысяч человек. А на сайте посмотрел миллион, ну и что? Какая разница, где этот миллион смотрел, на какой площадке этот миллион посмотрел твое журналистское произведение? Вот вам, конкретно вам, есть разница или нет? Вот он в телевизоре, в ящике смотрел, или в смартфоне, или в планшете. Правильно, где удобно, пусть смотрит. Главное, что он вас смотрел. Вот и все. А, как бы, качественный продукт, он совершенно очевиден, он виден невооруженным глазом. Зритель у нас значительно умнее, чем мы думаем, или чем мы предполагаем. Вот, он прекрасно видит фальшь, он прекрасно чувствует фальшь, он замечательно вычисляет вранье, он замечательно вычисляет недосказанность, он замечательно видит некачественный продукт, он не будет его смотреть, не будет он смотреть некачественный продукт. Ну, не будет зритель это смотреть, понимаете? У него есть кнопка, он перекрючит. Вообще, в принципе, телевидение наше, да, вот оно, в принципе, стало, начало лучше работать после того, как появились пульты переключения, понимаете? Это... Удержи-ка зрителя, да? Да, понимаете, ты удержи зрителя от того, чтобы он нажал кнопку. Вот давай, удерживай, понимаете? Удерживай его. Конечно, он не должен нажать кнопку. Но он... А почему он, зритель, нажимает кнопку? Он нажимает ее в нескольких случаях. Первое, ему скучно. Второе, он запутался, не понимает, о чем ему рассказывает. Третье, некачественно, ну, некрасиво. Да, просто некрасиво, ему не хочется было. Не вызывая никаких эмоций. Не вызывает эмоций, да. Вот все, вот, все, он пошел дальше, у него там еще 500 программ есть. Что ж, Алексей Константинович, спасибо большое, было невероятно интересно. Я надеюсь, что нас не переключили до сих пор. Будем надеяться вместе. Спасибо большое. Спасибо. Это была программа интервью. Спасибо большое за то, что были с нами. И до новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...